Добро пожаловать в студию в эфире новости и с вами как всегда кто правильно одинокий Болезненный кашляющий Михаил Нет на самом деле я не болею просто мне наконец-таки исполнилось 14 лет и у меня сломался голос И поэтому я теперь могу говорить фразы а-ля этот город прогнил Ладно возвращаемся к новостям И для начала как всегда у нас что пред заказики И идем мы по очереди в начале у нас что Ересевый предатор Ересевый предатор мы уже много раз про него говорили Это Деймос Паттер предатор который у нас раньше был в смоле Теперь он выходит в пластике В принципе круто, хорошо, потому что ну старый предатор и старый веренообразный Они все-таки староватые, собираются кривовастенько А новый ну тоже собирается кривовастенько, но все-таки лучше чем старый Так что в принципе все новое лучше чем старое Не говорите это Денису Идем дальше Бомж Дарк Ангелов у нас тот самый Charakter который выглядит как бомж Правда ГВ благополучно положил ему в комплект еще голову Точнее Форжа положил ему голову в шлеме И он выглядит уже не такой уж и бомж, так что в принципе уже можно даже его брать Также у нас два Charakter ДГ Два претера, один у нас собственно в термоарморе, один без, тоже про них говорили Красивишные ребята, в принципе прикольно выглядят Причем прикольно то, что их можно брать как и в 30К Ну естественно хорошо подходит Но и под 40К вполне себе ребята подходят Причем как лейлистом можно их вполне себе брать и подконверсировать Так и например тем же игрокам за ДГ можно их брать Немного даже чуть-чуть их только конверсить И они уже будут вполне себе подходить под стандарты современных ДГ То есть будут вонючие и вонючие И еще тентакли у них из жопы откуда-то будут расти Но это уж ладно Также два апгрейд пака у нас на Бладов и на ДГ Которых у нас собственно уже показывали Так что ладно не будем на них останавливаться И самая главная часть у нас в предзаказе какая Это вот они Наши прекрасные маленькие гномики боевые Что у нас здесь входит в предзаказ? Да на самом деле все То есть у нас до этого была раньше коробочка только выходившая от батлбокс Теперь у нас собственно по отдельности продается Самое главное что кодекс можно купить Также у нас комбат патруль Который в принципе неплох Ну как и все комбат патрули В принципе это достаточно хорошие стартовые наборы Но и все наборы которые у нас до этого не было Теперь выходят А нет почти все почти все Но не важно Короче много наборов выходит у нас в именно коробочном издании А конкретно у нас что выходит? Чемпион это у нас своеобразный такой летеха от мира гномиков Гримнир это у нас колдунку Колдун который кстати дуалбокс вообще-то с Ну именным неименным Дальше у нас хард горды Это терминаторы гномиков Тандеркины Это те самые чуваки с хэви оружием Которые в специальном своем экзоскелете ходят В принципе я кстати вспомнил что Днис как-то бомбил по поводу них Как по мне Ну в принципе вполне себе логично Ну то есть да это броня которая не добавляет вообще-то тебе По идее как бы бронирования Точнее не броня это экзоскелет просто Но которая позволяет тебе с тяжелым вооружением Просто быстрее передвигаться Ну хотя бы на уровне просто стандартного гномика Поэтому в принципе проблем здесь никаких не вижу Наоборот это только как бы Убыстряет наших гномиков Они позволяют им быстрее перемещаться То есть они немедленно ходят такой Их-их-их-и своим пушечкой А быстренько такой Бегает по полю Хотя это напоминает мне такой фильм Этот Грань будущего с Томом Кукурузом А на самом деле фильм-то неплохой Но как экранизация Эллинии Дескилла Это параша Ладно я пошел куда-то не в ту сторону Так что идем дальше Также у нас будет что? Пи-о-неры Это у нас байкеры те самые Хардкины Это трубца И две машин-очки Одна небольшая И здорово Вот это у нас Лендрейдер от мира гномиков Ну хорошо То есть по сути Теперь можно Если кому-то это бы хотелось Из пластика собрать Полный модельный ряд Этих самых гномиков Правда Заметь что Буквально сразу же Как только они появились Уже появились 3D модели И уже в принципе Можно их печатать себе На 3D принтерах А как я подвел К моей любимой теме 3D принтинга И хотелось бы сейчас Здесь что-то вставить Не знаю Рекламную интеграцию С принтерами Но нет у нас дальше Что? Nextwig Правильно И в Nextwig У нас Во-первых Компендиум Империума Для Ну точнее не компендиум Называется Для Ереси Куда у нас ходят правила Собственно те фракции Которые до этого не было Самые значимые здесь Это у нас будут Ауксилия И кусты Вот Ну типа Окей Также выходят Те самые Ассасинчики Которых до этого Нам показывали Несколько недель подряд Странно выглядящие Мой любимый Конечно Это ассасин Из клана Который убивает С их ядом Но там шприц Такое что Убивает он Собственно самим шприцом Ну и конечно же Ассасин из клана Я не скажу как Вы напишите Вы это название Великолепное А я его просто забыл В поддержку всего у нас От этого вышесказанного То есть Главное Этого империум книжки У нас выходят Старые наборчики Ауксилия Которые на какое-то время Выпадали из продажи И старые же Абгрейд паки На Мариничков Ну ауксилия в принципе Прикольно Они достаточно забавно Выглядят Такой стимпанковский Ребята Ну а вот Именно Абгрейд на Мариничков Ну какие-то уже Странными совсем уж смотрятся С учетом выхода Новых вот этих у нас Прекрасных ребят В новом стартере Ереси Старые паттерны брони Конечно смотрятся по-божески Не потому что Именно паттерн брони Дерьмовый А просто потому что Ну это Старые Маринички Низкие С дебильными позами С тоненькими ножками Короче Несуразные Кривые косые Так что Проехали Дальше Переходим к новостям Коммунити И что у нас есть Вам рассказать Во-первых Расписание на эту неделю На прем-канале Во-первых Что вас ждет Вас ждет Великолепные Великолепные Дарк Мехи Двадцать девятый Кажется выпуск У нас будет выпуск Про что? Про скетариев Да наконец-таки Прошло практически Тридцать выпусков И тут вспомнил Что я не делал выпуска Про трубсу И у нас наконец-таки Будет выпуск про трубсу И там в принципе Модели которыми Я лично горжусь Прямо настолько красивые Насколько это возможно Возможно не очень Но вы это узнаете Собственно на практике Также у нас будет паста Естественно будет паста Также Так как я Как видите Немножко Ну почти выздоровел Ладно еще не до конца Но темнее Выздоровел Надеюсь в среде Будет получше И в среду У нас стримчанский В 19.00 Что мы будем стримить Обзор продолжения Кодекс М Ха неверно Нет у нас по расписанию Все таки Сейчас положено провести Что покрас патруль Правильно Поэтому готовьтесь Свои моделечки Плохо покрашены Хорошо покрашены Приходите их показывать Также напоминаю Что можно у нас показывать В том числе Свои конверсии Многим это сейчас понравилось Типа ну некоторые думали Что нельзя Только покрас Нет можно еще и Всякие конверсии А особенно у нас Вошло в моду Это присылать Какие-то просто Абсолютно больные конверсии Коятки люблю в принципе И играть в угадайку Типа Михаил Определи Из каких битцов Я это собрал В принципе забавно Чего бы нет Так что приходите В 19.00 по Москве Собираемся Но так как видите Мое горло все еще Не вошло в свое Идеальное состояние Напрашивается тут Куча гейских шуток Но тем не менее Я смогу скорее всего Простримить только часа 3 То есть мы ориентируемся Что мы в 19.00 по Москве Начинаем И в 22.00 по Москве Где-то плюс-минус заканчиваю Также напоминаю Что у нас теперь В четверг У нас будет стрим Для прем подписчиков Именно Для према Заходите Там просто говорильный У нас будет стрим Где мы будем говорить Например с Дениской Мы будем сидеть И бухтеть Про какие-то свои делишечки Как всегда Ссылочка на все Где правильно В описании На бусте Подписывайтесь И смотрите все это дело Но и это еще у нас Не все по новостям Коммунити Почему вы спросите Михаил А потому что Напоминаю Что у нас В эту субботу Состоится уже Второй тур Спарка 2.0 И собственно Что могу сказать Напоминаю Что те кто еще Не зарегистрировался Можете регистрироваться Места у нас вроде Как хватает На самом деле Дофигища В группе Мы уже публиковали Во-первых А результаты Прошлого первого Тура у нас Собственно состоявшегося В честь этого Я смог сделать Все-таки Родить достаточно Красивую Как по мне Карту Я старался ее делал И эта карта Классная Потому что Теперь может Там будет менять То есть результаты Всех битв Будут носиться туда И отображаться На этой у нас Собственно карте Также можно посмотреть У нас предварительно Миссии Которые будут Тоже в группе И главное Бэк Я знаю Вы любите Бэк Поэтому у нас Даже появилась Как бы предыстория Ко всей этой компании Правда Написал ее По большей части Не я Это у нас Отдаю все почести Паше Паша придумал Я чуть только отредактировал Можете прочитать В группе Главное Чтобы вы понимали Что сражение У нас идет на Гачи Секундус Знаменитой Аграрной планете И сражаемся Мы за Кам Ну и конечно же Напоминаю Что если вы играли В первый тур Да Мы вас ждем там Но если вас не было На первом туре Ничего страшного Можно спокойно Начинать играть Со второго Да и с третьего Или с какого угодно Тура Это номинальное Просто разделение Когда хотите Приходить поиграть И самое главное Что мы выяснили Вроде как у нас работает Особенно Если вы новичок И вообще никогда не играли Это для вас Возможно хороший Старт И возможность Начать в принципе Играть в Вархаммер Если вот вы собирали Просто коллекцию А у вас она лежала дома Вы наконец-таки Можете прийти И ей воспользоваться Некоторые даже люди Подходили мне И говорили Что они были рады Тому что Вот так вот Они решили начать Именно свой путь Именно в настольном В Вархаммере Долго-долго Собирая модельки У себя дома Вот Ну и самое главное Помните Что в первом туре Когда он проходил Михаиловское горло Было уничтожено Чем оно было уничтожено Пишите в комментариях Догадывайтесь Как это было Ссылочка На группу Спарка Будет у нас В описании Как всегда И там же будет Соответственно У нас инструкция Как туда можно Зарегистрироваться И это еще не все Потому что у нас еще Подоспела одна новость Мы вам будем еще Про нее напоминать В течение Нескольких недель У нас Появилась такая Важная новость Как то что В Москве С 18 по 20 число Будет происходить Впервые пока что Собирающаяся Выставка Ну будем ее называть Выставка Матрешка Так называемые Что у нас Собственно За выставка Выставка У нас будет Посвящена В основном Моделям Моделированию И в том числе Варгеймам Соответственно На этой выставке Вы можете Посмотреть Про Ну просто Посмотреть Поглазеть На всякие Модельки Там будут Наши Например Ребята Друзья Из Голдфиша У них будет Там свой Стенд И соответственно Что вы можете Там еще Поделать Вы сможете Поучаствовать В мастер-классах По покраске Ну то есть Научиться Например Красить Если вы вообще Никогда не красили Там можно будет По возможности Ознакомиться С варгеймами Разнообразными Типа Вахи И прочего И ну просто Походить Поглазеть Как всегда Это тоже прекрасно Также там будут Магазинчики Где можно будет Это все дело Попокупать И также Там еще И будет Что Там будут Битвы роботов Вы спросите Михаил Ты с ума сошел Нет Не сошел Ну в смысле сошел Но они к этому Не относятся Да там будут Битвы роботов Те самые Которые вот Вы думаю Все видели По телеку Когда-то давно Алды тут Пишите Кто видел Вот собственно Там будет проходить Финал битвы роботов Тоже можно будет На это дело Поглазеть Проходить все это дело Напоминаю Будет 18 С 18 По 20 Ноября В Кропус Экспо Кажется В четвертом зале Да в четвертом зале Будет это все дело И да Кого это волнует Возможно мы тоже Там будем Посмотрим по расписанию Единственная проблема Что у нас 19 числа Будет один из Туров У нас третий уже Возможно 19 не будет А там 18 20 туда Подкатим В общем Приходите Можете посмотреть На все это дело Ребята первый раз Организовывают С эту выставку Ну и особенно В такие времена Волнуются Что у них будет Все таки мало людей И будет ли это эффективно Поэтому Если хотите поддержать В том числе Просто любимое хобби Не поленитесь Приезжайте Посмотрите Че бы нет Че бы хотя бы Не посмотреть Не поглазеть На это все дело Возвращаемся к новостям И дальше у нас что Танк Рогал Дорн Показали нам уже Ну то есть его Уже тизерили много раз Его Палили на некоторых Скриншотах Которые у нас попадали В сеть Скриншотах Фотках книг Вот куда Где его тизерили И в итоге Да все ГВ его официально показало Ну что можно сказать Во первых Он здоровенный Он здоровенный Ну как бы здоровенный Да Как и говорилось Собственно Что он Больше лемонраса Но при этом Он меньше Супер хэви танков Выглядит конечно Специфично Не думаю что всем понравится Мне в принципе как бы Как любителю Вархаммера В принципе нравится конечно же Вот эти вот Боевые кирпичи Которые катаются Как бы летают По небу Вот Но в данном случае У нас здесь не летающий А катающийся кирпич Выглядит прикольно В принципе в стилистику попадает Немного некоторым Как я понял Не нравится то что У него все таки есть Какие то округлости Такие Это в принципе Часто сейчас заметно В новых моделях Гвардии То есть тех же Сентинелей касаясь Они вроде бы как бы И такими острыми углами Но немножко какие то Выпуклые все Вот танк тоже Здесь такой же Поэтому он немножко Отличается у нас По стилистике От Лемонраса Но при этом Забавно что да По вооружению Это конечно жопа полная Потому что весь обвешан Просто пушками У него в башне пушки Спереди у него пушки На спонсонах у него пушки И даже в сосках У него можно вставить пушки Отдельно отмечу Это крайне эротичный Элемент такой модели Вы можете вставить фары А можете убрать фары И из них будут выдвигаться мельты Кстати или может быть Они должны всегда выдвигаться Знаете как у Джеймса Бонда В старых фильмах Там из фар такие пулеметы выдвигаются И мельты выдвигаются И бах прямо в рот Ну выглядит забавно Прикольно Интересно что у него будет Ну то есть по правилам Конечно мы сейчас по гвардии Уже много чего знаем Можно плавненько перейти Оп подвод очка К слухам про гвардию И собственно в этих слухах Мы уже посмотрели на профиль Рога Ладурна Ну да Этот собственно танк С кучей пушек Но интересно Мне кажется на нем Не особо интересно останавливаться Интересно будет посмотреть Вообще на все Что остальное показали Ну из такого наверное Вайт армии Интересных штук Которых мы не обсуждали Пока что никак не говорили Это то что у нас детачменты Будут миксовать в себе Судя по всему Чаптер тактики Ну у нас это регименты Это ну короче все знают Что это чаптер тактики Будем называть это так И правило практически На всю армию Ну на всю технику На танковую технику С башнями Это Башенные орудия У нас будут иметь Такую обилку Что они могут стрелять Из хтх То есть да Находясь даже в хтх Золоченными Они смогут стрелять Из него Что достаточно прикольно Как по мне Интересное правило Ну и в целом Мы смогли посмотреть На профили Многих моделей То есть в основном Танков наших всяких Всевозможных И что могу сказать Пока что Пока что Весь статлайн В принципе гвардии Как и всех Выходящих до этого кодексов Дико бустится То есть улучшаются Все профили Всех орудий Которые есть В принципе в игре Конечно на супер хэви Тоже вроде поулучшали Но пока что Я все еще не уверен То есть ну По крайней мере В контексте девятой редакции Супер хэви Непонятно зачем нужны И поэтому да Конечно профили улучшили Но именно в какой Так скажем так Спортивной игре Непонятно зачем они надо А так конечно Да они стали прикольней Хочу отметить Самую прикольную Камбульную Которая мне пока что Понравилась Она тупая Но забавная Это братья хеллхаунда Точнее Огнеметную версию Хеллхаунда У нас у него Достаточно Офигительный огнемет Со вторым дамагом У него есть правило Торрент То есть оно может Стрелять из хтх И самое главное Что есть правило Позволяющее технике После убийства Ее То есть после ее смерти Отстреляться на 5 плюс Но так как у нас Огнеметная Это хемпушка Она стреляет Как бы автохитами И так Соответственно Ей пофигу И она будет Так автохитовать То есть даже если Убили ваш танк Он успеет отстреляться Если он конечно Находится в ренде Что достаточно прикольно При этом правило Хемпушки Тоже забавно сделали Потому что Теперь она вундит При Ну и так Немаленькой силе В принципе 6 Она все Не технику Вундит на 2 плюс Что опять же Добавляет ей бонусов Ну и в целом Если проходиться По кодексу То видно Везде поднятие Статлайна То есть где-то Накидывает АП Где-то накидывает Дамага Где-то накидывает Выстрел Где-то накидывает Тафну И так далее И так далее Но из интересных Вариантов У нас Виверна Которая не играла Практически никогда С времен Там 5 что ли Редакции Даже ей интересно Даже подняли Как-то Статлайн Она все еще Специфичная Потому что она Именно для борьбы С самолетами Но тем не менее У нее 8 выстрелов Терят автопушками И автопушкам Хотя бы дали Теперь в 2 АП На чем спасибо Конечно ГВ Вот Но интересно Сделали ей правила Против борьбы Именно с Аиркрафтами То есть по земле Она стреляет Теперь без штрафа Спасибо за это То есть на 4 Можем стрелять Но самое прикольное Что стреляяя По аиркрафтам Она удваивает Количество выстрелов И при этом Еще и получает Плюс 2 хит Ну то есть Нивелируя на самом деле Минус 2 хит Который так обычно Есть у неферкрафтов Если не перешли в ховер Но это забавно Что у вас вместо Восьми выстрелов Становит 16 Просто пук 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 Куча выстрелов Но это значит Что на самом деле Из этих 16 В 8 вы как раз Попадете На 4 это плюс А ну и да Чуть не забыл Что у нас тут торрент Этих пушек Плюс 2 хит Еще появляется Короче Куча правил Куча правил Будем ждать Смотреть как он выйдет Обсуждать полностью Все эти слухи целиком Не вижу никакого смысла Потому что Скоро у нас видимо Весь этот кодекс Утечет в сети Собственно мы сможем Посмотреть на него целиком Поэтому нахрена Это надо смотреть На него кусочками Но пока Можно сказать точно Кодекс станет Лучше чем был Потому что Ну как бы Планочка достаточно низкая Сейчас это напоминаю Один из самых слабых Кодексов редакции То есть В винрейте Самого ГВ Официально Он находится Где-то даже выше Чем Мехи То есть Мехи у нас На последнем месте А Гвардия Так сказать На предпоследнем Но мне кажется По объективным Если смотреть причинам То Гвардия Сейчас самый слабый кодекс То есть Мехи Все-таки сильнее его будут Вот И им переиздание Точно не помешает Ну и судя по всему Переиздание будет Не плохое А даже очень хорошее И возможно У нас Гвардия Будет одним из таких Ну хотя бы Хотя бы Крепких среднячков А может быть И очень-очень Плотным кодексом выйдет Но это уже мы посмотрим Когда он собственно Целиком и выйдет Далее У нас ГВ показало Что? Что будет дополнение К Курску Еще одно дополнение Курску Многостадальный Курск Это у нас Курс Сити Стендалон игруля Которую ГВ выпускала Ну можно модели В принципе использовать Было эти вооси Очень у него Какая тяжелая судьба Была с тем Что ГВ само обосралась Своих же расчетах И поэтому как бы Выпуск игры Оказался убыточный Но потом ГВ Как бы Вроде бы одумалась И признала Что это они Просто налажали А не игра Оказалась невыгодная Вот И далее Начали делать DLC И вот продолжают Делать DLC В принципе Это хорошо Всем бы так Все еще правда Интересная ситуация Что Курск Если я правильно помню Это последняя У нас такая большая Стендалон игра Которую выпускала ГВ вообще И причем Заметишь Странная штука Что вот такие Приключенческие игрули У нас почему-то Выходят только про оос Причем это про 40 Они вообще не выходят То есть последние У нас такие игрули Это были Какие-то про скаутов И про ассасинов Игры Уже Восьми летней давности Они выходили У нас миллион лет назад Поэтому Странновато Странно Что ГВ Это направление Так Куца развивает Что им мешает Например выпустить Реально Похожие аддоны Например под 40к Какие-то Такие же игрули Которые бы хорошо Людей подсаживали Под 40к Ну и даже для оос Тоже в том числе Было бы Хотя ладно Ладно Что-то я тут Уже загнался В принципе для оос Вот у нас есть курс Возможно конечно С учетом того Что как у них Срались продажи И что они Как-то нестабильно Выпускают к нему апдейты Стоило бы сделать им Новую какую-то систему А не вот этот курс Или сделать какой-нибудь Курс 2.0 условно И начать его выпускать Заново Ну короче посмотрим Конечно что будет Но ГВ иногда Делает странные решения Ланковой обман У ГВ всегда Делает странные решения Практически Если оно их не делает То значит Кто-то Что-то сделал Неправильно Так же ГВ Просто поражает Своими Маркетологическими Исследованиями Или как это вообще Назвать Короче они ждали Хэллоуина Чтобы запостить нам Что правильно Показать нам Апгрейд пак Для ночников В Ересе Ну для собственно Для нового марка брони Который у нас только вышел Ну что могу сказать Выглядит прикольно Вот это кстати Апгрейд пак Который классно Списывается в стилистику Армии И он нормально Сбалансирован То есть у нас есть Шлем для какого-то Чартера Шлема для сержантов Типа ну или без шлема Если вам это нравится Как раз И у нас есть рядовые шлемы Как раз Который как бы Очень хорошо Контрастирует с главным Условно шлемом Так что Выглядит нормально Ну да Стилистика у ночников Она специфическая Не всем она может понравиться Кто скажет уроды Ну как бы Я думаю это ориентировано Все таки на Целевую аудиторию А точнее Тех кто собирает ночников И любит эти вот Все торчащие крылышки И те же наплечники У них в принципе Такие нормально Крылышки там Такие весь наплечник Занимающие Поэтому Ну как бы Мне не очень нравятся Ночники Но в принципе Могу оценить Прикольно сделано И в довершение У нас неожиданно Долетают что Слухи Про Old World Что собственно Мы можем пока что Сказать про него То что Начинали Old World У нас уже готовить С 19 года То есть это уже Три года Он у нас находится В разработке И планировалось выход Собственно его Когда В 23 году К сожалению Не выйдет Почему к сожалению Потому что 23 год Это у нас 40 летие ФБ Да это у нас 40 летие ФБ И было бы Классный юбилей Но Кто-то обосрался Кто-то обосрался Но как всегда У всех принято Винят во всем ковид Да в какой-то мере Понятное дело Ковид для всех Был неожиданный А мы знаем Насколько для ГВ Был неожиданный Что ГВ Я даже не думала Что в магазинах Можно продавать Что-то В онлайне А не в ритейле Но да Обидно будет Просирать такую дату Как бы С маркетологической Точки зрения Маркетинговой точки зрения Короче Было бы классно Все-таки Именно Поджать булки И в 23-м году Постараться выпустить Все-таки систему Хотя бы под конец года Все равно Это бы стоило сделать Хотя возможно Опять же ГВ Этого не будет делать Если они планируют Все-таки реально В 23-м году Выпускать у нас Десятую редакцию Напоминаю Что пока что Все складывает К тому Что 10-я редакция 40-ка У нас выходит Летом А собственно На херна ГВ Конкурирует С самими собой И поэтому Возможно Они как раз В 23-м году Летом Выпускают Новую редакцию 40-ка А соответственно Летом 24-го года У нас Выйдет Как раз ФБ Что в принципе Хорошо ложится Поэтому Что у нас будет Цикл Из 4-х систем Это 40-ка АОС ФБ И Ересь Которые будут Выходить Раз в 4 года Новая редакция У каждой Каждое лето По сути Давая ГВ Буст продаж И как бы Поднимая интерес К системам Но Сделать ли так ГВ Кто знает Непонятно Что можно пока что сказать Про ФБ Ну из интересных штук Что основа у нас Редакции будет Неожиданно 7-я редакция От людей Которые играли В то время ФБ Ну и я сам точно знаю Что есть много людей Которые считают Что 7-я редакция Была лучшая В принципе За все время Хотя некоторые считают Что и 8-я была Самая лучшая Поэтому тут как бы Пишите в комментариях Может у нас есть люди Которые когда-то играли В ФБ и помнят Это вот Будет интересно От вас узнать Ну и из интересных моментов Что со старта Обещают выдать Компендиумы Собственно всем фракциям И для старичков У которых были армии В принципе вам достаточно Будет купить этот компендиум И играть уже по нему У вас все будет Но также ГВ все-таки Обещает новые наборы Выпускать для всех армий И что нас наводит на мысль Что как минимум Хотя бы Форм-фактор квадратных базочек И форм-фактор Именно того Что у нас Размеры этих базочек Сохранятся по большей части Соответственно Вы сможете играть Что ж На этом все Простите за такие Возможно короткие новости Но горло у Михаила Немножко отдохнуть Надеюсь эти полчасика Были прекрасно Вас проведены Со мной Вы успели что-нибудь съесть Покрастили еще что-то Ну и на этом все Как всегда Берегите себя И свои миньки И помните Вы все прекрасные Чмок у вас всех пупок Вот типа того Субтитры сделал DimaTorzok